его зовут хуй только пишется через два хэп его зовут хуй что ну типа да да ты его знаешь хуй узнает вроде встречались да хуй так правильно хуй 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 как пишет рыбака полиция применила водометы против протестующих во франции сейчас читану эту новость в париже проходят акции протесты против поправок в закон предусматривающие наказание за распространение изображений полицейских с намерением причинить им вред протестующие считают что это ущемляет свободу пресса на видео видно протестующие стоят поперек проезжей части их поливают из водомета то сообщает что кроме водометов были задействованы газовые баллончики это произошло после того как участники протеста начали сжечь костры а также бросать петарды и бутылки в правоохранителей на площади тракадера слушайте ну что можно пожелать французам не встретить батьку на их узких загнивающих европейских улочках а то круассан тут же вылетит изо рта и бтр с кучей темных сил не только водометы с газовыми баллончиками применит но и пизды по всему телу и не только как бы горько сейчас не было французам а то что происходит в братской беларуси вот это реально уму непостижимо но если проводить аналогию то вы посмотрите что французы там на своих плакатах пишут а знаете что они на них пишут не видел не поймал и нам нужна полиция которая хорошо себя ведет это что такое за толерантность что за толерантность на максималках что это за лозунги вообще видели что на плакатах наши люди из хабаровска пишут или люди из братской беларуси французы посмотрите сначала на настоящие вывески а потом уже там дописывайте вы почитайте может что-то годное на ум придет они это ваша нам нужна полиция которая хорошо себя ведет вообще где такое видели в американских фильмах у нас за сто лет один случай такой только был наш участковый на вертолете гусей спас вот это я понимаю россия щедрая душа но такой самородок один на миллион только господа всем привет вы на канале свежак и с вами как всегда чернокнижные максимально субъективный обзор круговорота вселенского пиздеца ну и обзора свежих новостей начале нашего выпуска хочу поблагодарить за поддержку канала подписку и ваши лайки понеслась скажите просто вот вы готовы скинуться чтобы внешний долг государства погасить нет не готова я их не брал эти деньги них никто не давал на воровали пусть сами отдают и малым арбер джеран миссары харзда ахтач болта обойтан и пока говорящие головы из зомбоящика призывают жители всех местных мухасрансков отправлять кодовое слово и помогать своими последними семидесяти рублями щедая душа из башни мордор простила долг кыргызстану на сотни миллионов долларов и хочет подсобить кубе с восстановлением железных дорог они это называют укреплением стратегического партнерства не вот интересно а налоги может быть тогда они тоже с кубинцев будут брать а то хорошо получается башни всем помогают еще недавно африке отправили во время первой волны пандемии помните сотни миллионов долларов на борьбу с саранчой у них там какой-то лютый пиздец постоянно происходит с этой саранчой у нас дорогами у них саранчой но если бы у них были дороги то у них был бы двойной пиздец вот бы поменяться с ними на недельку мы им свои херовые дороги они нам саранчу может хотя бы она сможет выжать проклятую коррупцию с бюрократией ну значит власти ответили пожаловавшемуся на интернет с березы я надеюсь вы еще не забыли про этот случай сейчас освежу память недавно студент из омской области был вынужден забраться на березы записать обращение губернатора о плохом интернете и невозможности для него переходить на формат дистанционного обучения вот что он сказал значит дома у меня есть интернет но только 2g и к сожалению я не могу выйти в образовательную среду потому что он просто не грузит мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни забираться на березу высотой 8 метров и там я выхожу в зум интересно а что бы сказал на совещании владимир владимирович усильте контроль плотнее работайте над этим направлением или может быть высадите березы по всей омской области у каждого студента должно быть по отдельной березе который поддержит удаленный доступ в интернет и разработайте программу 2036 чтобы у каждого студента россии была своя личная образовательная береза я возьму на контроль этот вопрос а какое дерево вы бы хотели для себя для удаленного доступа в интернет пишите свои комментарии но мы это подключим sky net это офигенный провайдер скоростной получается у нас интернет не будет зависать поверь мне после sky net зависать будете только с тёлками можешь смело скачивать фильмы для взрослых мы не будем скачивать порнуху когда будем смотреть онлайн это видео со студентом получила так сказать ну мощную огласку и стала вирусным я сейчас прочитаю что ему ответили значит а при переходе на дистанционный формат обучения там где интернет связь недостаточно устойчиво конечно возникает проблемы это беспокоит педагогов детей родителей и нас такой ситуации оказался и алексей он правильно задает вопрос но к сожалению алексей не обратился напрямую к своим преподавателям вот не обратился напрямую видите при выборе формата организации учебного процесса можно использовать не только видео но и альтернативные методы к примеру разнообразные мессенджеры другие средства коммуникации в том числе и телефонные звонки и электронную почту костя как слышно 321 прием понял понял слушать тебя нормально нормально слышать тебя отвечаю на первый вопрос 7 билета в основу работы синхрофазотрона директор омского института водного транспорта елена заславская пообещала помочь студенту молодец какая перевести его на индивидуальный план значит дудоладов в разговоре с рыбака сообщил что связь деревне появилась в 2006 году все-таки видите в 2006 году было у них уже связь когда вышку поставили в соседнем селе мангут с тех пор ее качество не менялась вот и я говорю хрень это все ваши дистанционное образование сначала надо качество связи улучшить а потом уже вводить а у нас получается что вотсап это и есть удаленное дистанционное образование что-то с чем-то не сходится пишите свои комментарии по поводу того как вы относитесь дистанционным удаленному образованию когда готовился к этому выпуску наткнулся на статью кадыров против тора стал копать глубже и узнал что кадыров против железного человека человека паука капитана америку ну и тора соответственно но на самом деле в детском центре на стенах детской площадке опрометчивые дизайнеры нарисовали нарисовали героев из marvel ну и собственно отнулись на критику кадырова он распорядился заменить героев marvel на своих героев но я уже вижу эти мемы в виде кадыров в store интересно какой супер прием был у кадырова если бы он в mortal kombate участвовал книга барак аубама и становила рекорд продаж в первый день своего выхода обама написал книгу под названием земля обетованная ладно 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 сейчас пару слов про книгу и про реформы новая тут лучше цитировать чтобы ни одного слова не потерять в книге земля обетованная говорится что россия утратила статус сверхдержавы по нескольким причинам блин вот пиндос по мнению бывшего американского лидера стране не хватает союзников военных баз россия при ядерном арсенале уступая только нашему американскому не хватило широкой сети альянсов и баз которые позволяют сша проецировать свою военную мощь по всему миру написал обама в мемуарах присутствует впечатление обама о ряде политических фигур в том числе зарубежных бывший американский лидер отметил что президент россии владимир путин напоминает ему воспитанных по законам улиц и суровых боссов которые раньше управляли чикаго при этом он отметил что физический политик был непримечательным ладно ну написал и написал обама также вспомнил о первой встрече с российским лидером дмитрием медведевым которая состоялась в лондоне в апреле 2009 года перед саммитом джиджи 20 медведев казался олицетворением новой россии молодой подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля отметил политик по его словам в этот момент он был крайне заинтересован во встрече поскольку отношении москвы и вашингтона действительно находились на низком уровне обама признал что он тогда делегации сша особенно поразило предложение медведева разрешить американским военным использовать пространство для транспортировки войск и техник в афганистан ну слушай обама он тебе не димон в карелии готовится к открытию бутафорнский концлагерь в деревне ван тавалок кондо поршского района построили копию концлагеря в котором будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей первые школьники приедут изучать быть заключенных уже в декабре привозить их планируют по выходным в музее для детей готовят программу патриотические выходные первые группы школьников планируют принять начале декабря уже возведены дощатые бараки пулеметные смотровые вышки говорится в в этом репортаже остается надеяться что крематорий там будет игрушечный ну что можно добавить к этой новости не чита холопом по планете шастать пускай концлагеря с детства изучают ну или еще лесоповал осталось реконструировать ну чтобы не забывали господа понравился выпуск не забудь поставить лайк подписаться ударить в колокол чтобы не пропустить новые выпуски пока пока не забудьте подписаться ударить в колокол а